Доброе утро! По завершению. Начнем мы с текучки, то есть с меня. Мы с вами будем общаться на протяжении, очень плотно на протяжении всего течения вашего проекта для того, чтобы можно было освещать проект на нашем сайте, на лентах новостей, и будем работать с пиар-службой фонда. Поэтому, как организаторы, руководители конкурса, вы будете часто получать от меня письма с разными запросами по информационному сопровождению, а также будете получать уведомления на статья на мониторинге вашего проекта. И сегодняшний вебинар мы начнем с того, что расскажем, что это за сопровождение, как часто с ним придется сталкиваться, чего мы от вас хотим и что это за мониторинг и чего от него ждать. Краткий план моей части нашего вебинара – это требования к отчетности медиасопровождения, календарный план мероприятий, медиасобытия для освещения, работы в социальных сетях, контент для фонда и мониторинг. Небольшое превью. Я надеюсь, что все из вас уже достаточно опытные, чтобы работать с проектами и понимать, насколько важно информационное сопровождение проекта. Но есть вещи, о которых всегда стоит напомнить, чтобы мы, когда работаем, а работаем мы очень много, и, как правило, у нас огромная нагрузка, чтобы мы не забывали о том, как важно информационное сопровождение. В первую очередь, когда вы пишете о проекте, отчитываетесь о проекте, присылаете фотографии, присылаете пресс-релизы и тексты и публикуете их в социальных сетях, в том числе в своих, вы объясняете людям, что проект существует, что ваш проект идет, что с ним все в порядке, что вы реализуете календарный план. Это и для грантодающей организации, для нас, как операторов, важно, и важно увидеть другим организациям, что ваш проект есть, вашим партнерам, вашим потенциальным партнерам, вашим участникам проекта, что все хорошо, все у вас идет по плану. Второй момент, который очень важен в комплексе, когда мы рассказываем о том, что мы делаем у себя локально на территории, это показать людям, что существует программа поддержки. Когда вы, как победитель конкурса, рассказываете о своем проекте и рассказываете о том, что он в рамках конкурса проходит, вы говорите всем остальным людям, что программа поддержки существует. И если кто-то говорит, что вот у меня есть идея, у меня есть команда, но я не знаю, как свою идею осуществить, вы одним своим существованием и своим проектом показываете, что все это реально, все это можно сделать. А поскольку мы с вами не просто работаем на территории, а реализуем большую программу комплексную, которая охватывает всю Россию, потому что конкурс «Культурная мозаика» федеральный и огромный, и уже существует не первый год, вы показываете другим людям точку входа в этот конкурс, это очень важно. Вы привлекаете спонсоров, волонтеров, партнеров, информационных партнеров. Когда вы рассказываете о своем проекте, о том, как классно вы его делаете, вы тем самым помогаете вашим потенциальным партнерам увидеть вас, понять, что здесь они могут вместе с вами что-то реализовать, что средства, вложенные в вас, не просто так куда-то денутся, потому что когда вы пишете там, допустим, внутренний отчет, с ним что-то делает фонд, он показывает свою статистику, а здесь на местах вы говорите о том, что вот нам дали средства, вот так мы их реализовали, вот наш результат, и вот так вот можно с нами партнериться. Ну и последнее, для меня самое важное, это все новости о проектах очень сильно разбавляют информационное поле. Все, кто заходил в интернет, видите, что мы там можем найти, как правило, это такой не очень приятный контент, и всегда хорошо и классно, когда человек, листая свою информационную ленту, может увидеть в ней что-то позитивное и что-то, что показывает трансформацию реальности в лучшую сторону. Поэтому в качестве одной из рекомендаций, первой, которую я вам скажу как специалист информационного сопровождения, пожалуйста, введите соцсети, вы можете сделать отдельную страничку в соцсетях под ваш проект, вы можете публиковать новости на вашей основной странице в социальных сетях и на вашем сайте, но, пожалуйста, это делайте. Инструмент, контент-план, я вам покажу чуть позже, но обязательно, не только сайт, но и социальные сети, потому что в социальные сети люди приходят просто отдохнуть и развлечься, и очень часто, и когда они будут видеть ваше сообщение о своей информационной ленте, то их увидит достаточно много людей. Когда мы публикуем их на сайте, их видит целевая аудитория нашего сайта, да, и поисковики, может быть, журналисты. В социальных сетях мы как бы выходим прямо в мир, потому что это такая интернет-вариант улицы. Поэтому я вот вас прошу рассказывать в социальных сетях о своем проекте как можно большему количеству людей, чтобы мимо прохожие тоже увидели. Что мы с вами делаем? Когда мы рассказываем о проекте в комплексе, нужно помнить, что это можно делать в очень разных вариантах. И когда вы, вот именно вы работаете с информационным сопровождением вашего проекта, вы можете делать специальные мероприятия под него, это публичные презентации, когда вы собираете на своей территории людей, которые вы хотите рассказать о проекте, и рассказываете. Вы можете обращаться со своим проектом в СМИ, в печатные и в электронные. Причем печатные местные СМИ всегда очень эффективны. Но я вас призываю не бояться рассказывать о своем проекте в электронных СМИ, в том числе для больших СМИ, в том числе для федеральных лент новостей. Вообще есть такое агентство федеральных новостей, агентство социальной информации, и в ваших регионах, как правило, есть корреспонденты этого агентства, и вы можете к ним обращаться. Вы появитесь в ленте федеральной, у вас увидят большое количество людей, и о ваших успехах узнают. Вы можете говорить о себе в социальных сетях, вы можете говорить на сайте организации. Сайт организации – это ваша визитная карточка, и понятно, что если вы на своей визитной карточке не рассказываете о своем проекте, то это грустно, и это такой маркер отношения к проекту. Поэтому это важно, да, не менее важно, чем в социальных сетях. Ну и сайт – это такая официальная ваша прихожая, и любой человек, который хочет к вам обратиться, он в первую очередь приходит на ваш сайт, и когда он видит новости, свежие новости, новости, которые публикуются регулярно, у него повышается уровень доверия лично к вам. Поэтому все свои проекты имеют смысл освещать на сайте с регулярным промежутком времени, не просто, когда вы его там начали, а потом на 4 месяца забыли, а потом опять начали. Ну и на тематических мероприятиях. Это круглые столы, это какие-то конференции. Всегда хорошо, если вы представляете кейс своего события на какой-то конференции тематической. Это заседания в администрациях. В общем, все эти площадки, на которых вам дают славу, и которые более-менее доступны вам, и тема которых не расходится с вашей тематикой. Хорошо. Как рассказывать о проекте? Есть два конкретных инструмента, которыми мы с вами будем пользоваться, которые помогут вам организовать ваш проект, ваше информационное сопровождение, и которые помогут вам организовать вашу работу со СМИ. Это календарный план и медиаплан. Вы уже с ним столкнулись. Вы получали от меня две формы этого календарного и медиаплана, и вы получали предложение их заполнить. На самом деле календарный и медиаплан мы будем с вами обновлять каждый месяц, но это не значит, что... Ну, каждый месяц от вас будет требоваться что-то особенное и что-то новое. Я рекомендую заполнять календарный и медиаплан на три месяца. В календарный план вы вносите свои события, которые у вас будут происходить по проекту. Это могут быть большие и маленькие события. Это могут быть какие-то события, которые будут длиться долго. Например, обучающий курс. Он может вас стартовать, допустим, 1 августа и закончится 15 сентября и содержать в себе несколько занятий. Но вам обязательно нужно это внести. В календарный план не нужно вносить ваши внутренние какие-то вещи, если они значимы только для вас, и вовне вы, в общем-то, о них бы никогда никому не рассказали. Не нужно вносить в календарный план процесс закупки оборудования, доставки оборудования и вот эти вот вещи внутренние, которые являются рабочими процессами. В календарном плане важно увидеть событийную конву проекта. Когда вы присылаете календарный план мне, что с этим случается? Календарный план пиар-служба фонда забирает себе, и из него формирует ежемесячный дайджест. Ежемесячный дайджест событий вывешивается на сайте. Это отдельный документ, очень красиво оформленный. Мы на свой сайт его тоже часто вешаем, в котором вы сможете увидеть свое событие, кратко описанное. Эти календарные планы изучаются для того, чтобы понять, что можно осветить в СМИ. Они рассказывают о том, какие происходят события, и они помогают нам сориентироваться с точки зрения того, когда от вас ждать новостей, когда можно к вам приехать в гости, не только к нам. Мониторинговые визиты осуществляем мы, также их может осуществить фонд, захотеть приехать на какое-то ваше событие. И если его не будет в календарном плане, то, соответственно, его не будет у фонда, и оно останется за кадром. И когда внезапно через два месяца вылезет, что у вас был какой-то огромный красивый фестиваль, о котором вы бы очень хотели рассказать, но которого не было в календарном плане, тогда может ситуация быть такая не очень хорошая с точки зрения информационного сопровождения. Второй документ – это медиаплан. В медиаплане мы записываем только те события, которые мы бы хотели, и мы планируем осуществлять в СМИ. Его вы тоже видели. Медиаплан – это то, о чем нужно написать журналисту. Его получить важно мне, его получить важно пиар-службе, его важно составить вам самостоятельно, потому что на своей территории вы тоже осуществляете информационную поддержку. То есть у вас тоже есть какие-то партнеры, у вас в идеале есть человек, который отвечает за информационное сопровождение, и который как минимум выложит новости из медиаплана в ВКонтакт, или в Фейсбук, или в другую социальную сеть, как новость о проекте. Как максимум, по этому медиаплану работаете вы, когда освещаете свой проект в местных СМИ, и работаю я, когда освещаю ваш проект в СМИ уже более крупного масштаба, и когда освещаю на нашем сайте. Как выглядит календарный план? Вы все видели, я вот взяла у коллег из Белозерска кусочек. Это дата, место и события. Вот здесь очень хорошо, потому что здесь написано, что презентация проекта, где на заседании общественного совета, выступление перед членами общественного совета, с какой целью это делается, и понятно, что будет происходить. Из этого календарного плана я могу сделать небольшое сообщение о том, что проект будет презентован 5 июля. Если вы отправили мне календарный план, а потом поняли, например, что презентация будет не 5 июля, а 7, вы можете просто скорректировать мне эту дату. Если вы отправляете мне календарный план, например, на 3 или 4 месяца, я буду каждый месяц у вас спрашивать, актуален ли ваш календарный план, и не нужно ли его корректировать, Вы можете скорректировать, сказать мне, да, вот мы поняли, что у нас будет перенос дат. И я тогда в календарном плане, в своем, который свожу общим на все проекты, меняю дату и отправляю скорректированный план в фонд. Медиаплан выглядит так. Ну, медиаплан с какого по какой период вы пишете сверху. Вы можете написать его на месяц, на два месяца, на три месяца, на полгода, если у кого-то есть. То есть, ну, четкое, очень-четкое понимание, как вы будете рассказывать о проекте. Он немножечко другой. Он рассказывает, что, где, когда, с какой целью. И рассказывает, где он, и вы рассказываете, где вы планируете освещать этот проект. А также рассказываете, о чем важно обязательно рассказать в статье об этом проекте. Я написала слово дайджест, но это не совсем верное, на самом деле, слово. Что в нем интересного? То есть, о чем он важен? Ольга, сейчас я закончу, отвечу вам. О чем важно будет рассказать журналистам? Что может зацепить журналистов? Это уникальное событие. Это единственное такое событие. Это первое событие. Первое за долгие годы. Это масштабное событие. Оно соберет много людей. Оно соберет особенных людей. То есть, чем оно яркое и чем оно может зацепить журналистов. С точки зрения анализа собственных событий, мы очень часто не видим и не понимаем уникальности своих событий. Поэтому иногда я буду смотреть ваш медиаплан, звонить или писать, задавать вам вопросы. Как правило, это для того, чтобы вытащить уникальность из вашего проекта. Иногда я прямо очень сильно в кого-то вцепляюсь и заставляю людей отвечать мне подробно на какие-то вопросы. Это значит, что для меня, например, и для работающего журналиста в том числе, что-то в вашем антоповоде показалось интересным. Мы с вами в течение рабочего года можем обсуждать, вы можете звонить мне, можете рассказывать о своих событиях, и мы можем с вами обсуждать их уникальность и то, как их лучше подать для СМИ. В этом плане я всегда готова с вами пообщаться, всегда готова вам помочь, всегда готова сформировать, помочь вам сформировать текст, что-то поправить. Не только получать ваши тексты для нашего сайта, но и всегда готова поработать с вашим текстом, помочь вам его как-то интересно сформировать, чтобы вы могли его отправить, допустим, вашим журналистам. У нас работа с вами двусторонняя. Вы работаете для меня и присылаете мне кучу обширных документов. Я в свою очередь всегда готова поработать для вас и помочь вам сформировать какие-то интересные штуки. Мониторинг. Мониторинг – это наши с вами разговоры и визиты, целью которых является понять, что у вас в проекте происходит, где у вас в проекте зоны роста, где у вас в проекте нужна, может быть, экспертная поддержка, потому что Татьяна Ивановна, я думаю, об этом скажет чуть-чуть попозже. Могут же получатели поработать с экспертами, есть же у нас такая возможность, например. Вы сможете попросить какого-то эксперта или понять, какой эксперт вам нужен в территорию. Поэтому все это важная штука. Он может быть очный и заочный. И очный – это когда мы приезжаем к вам, и к вам будут приезжать люди. Мы будем обычно вас предупреждать. Все-таки это не такое, что мы приходим к вам в офис утром и говорим «Здравствуйте, мы пришли». Предупреждать о том, что мы приедем и будем, чтобы вы были готовы. Иногда мы попросим вас помочь нам добраться до вашей территории, сориентировать по гостиницам и автобусам. Поэтому будете знать о нашем приезде заранее. Мы приезжаем со специальными мониторинговыми листами, с мониторинговыми вопросами. Поэтому нам важно не только увидеть, допустим, ваше какое-то событие, но и познакомиться с вашей командой. И мониторинг – это не только визит одной, например, меня к одному руководителю проекта. Это всегда стремление пообщаться и с командой, и с теми людьми на местности, с которыми вы работаете. Поэтому в идеале это когда мы общаемся с вами, разговариваем с командой, вы ведете нас к благополучателям по вашему проекту, с ними мы тоже общаемся. Это прямо идеальный мониторинг. Опорный документ – это ваш календарный план. Мы по нему ориентируемся. Если вы в календарном плане написали, что у вас, допустим, будут какие-то обучающие программы в сентябре, и вы бы хотели, чтобы мы на них присутствовали, то мы уже примерно понимаем, что вот сюда можно приехать и все выйдет своими глазами. А если вы пишете, что у вас будут выездные мероприятия, и вас месяц не будет в населенном пункте, вы будете по территории ездить, то понятно, что нам уже тоже нужно понимать, готовы ли мы с вами ездить, и готовы ли вы с нами ездить. То есть календарный план – это вот та вещь, на которую мы ориентируемся. Мы будем вам звонить, задавать вопросы по вашему календарному плану, по вашему медиаплану, это тоже часть мониторинга, чтобы нам понимать в течение проекта, потому что мы не сможем каждый месяц к вам приезжать, что у вас происходит. И вы можете во время этих звонков, вы, кстати, можете сами нам позвонить и сказать, вот у нас тут что-то происходит, давайте это обсудим, может быть, мы как-то это освещаем, посвятить, или, может быть, что-то, какой-то эксперт, или, может быть, вы бы хотели, чтобы мы были на этом событии. Это все обсуждаем, и вы можете тоже нам позвонить. Я могу иногда писать вам по электронной почте, задавать какие-то вопросы, спрашивать, как у вас дела, как у вас проект. Особенно, когда я вижу, что в календарном плане у вас, например, фестиваль через два дня, а информации об этом я от вас еще не получала, и официального пресс-релиза не получала. И никаких там, допустим, афишей фестиваля для размещения в наших социальных сетях я тоже не получала. Я тогда могла позвонить и сказать, здравствуйте, как у вас там фестиваль, вовремя ли будет? Все ли хорошо? Следующее – это фотографии из проекта. Они присылаются по электронной почте. И ваши прессы, пост-релизы, документы, которые вы мне присылаете. Если у вас какое-то значимое событие, мне бы хотелось получить о нем пресс-релиз. О пресс-релизе, краткой такой схеме, тоже немножечко позже будет. Что не является мониторингом и не является формой общения нашей с вами? Это сообщения в социальных сетях, особенно в личных сообщениях. Я знаю, что очень хочется и тогда, и очень кажется просто написать в социальную сеть, что вот у нас, прислать туда фотографии. Это очень тяжело с точки зрения коммуникации. В социальных сетях я лично работаю. У меня в социальных сетях наши центровские ресурсы, наши благотворительные программы. У нас около 60, я посчитала, будет проектов. И у меня там рабочие чаты, и если вы будете присылать мне в социальных сетях еще и свои сообщения, они потеряются с большой вероятностью. Потому что, кроме того, я еще вообще нормальные люди в социальных сетях ну, хожу там котиков смотреть, в группах сидеть. То есть практически, ну, это вот прям крайне редкий случай, когда я могу что-то из социальной сети взять и не забыть. И это всегда грустно для вас и для нас. И меня всегда очень сильно расстраивает, когда мне человек что-то прислал в социальную сеть, я забегалась, или я уехала на мониторинг, и у меня нету связи, и телефон не ловит, а вы срочно прислали в соцсеть. Лучше всегда по электронной почте, потому что электронную почту я могу всегда на коллег, например, переключить. И они всегда могут на работе в офисе зайти и что-то посмотреть. А в социальной сети нет. При всей своей любви к коллегам я им в социальную сеть не дам пароль. И не скажу, а посмотрите, там, может быть, конкурсанты что-то пришлют, вы уж там что-нибудь поделаете. Ссылки на посты в социальных сетях тоже нет. Вот текст в формате Word и фото. Если вы хотите что-то прислать, пожалуйста, я вас очень прошу, присылайте текст и фото. Вы можете скопировать этот текст в социальной сети, вставить в документ Word и отправить мне. И я его приму на электронную почту, и я уже решу, что с этим сделать. Буду ли я делать уникальную из этого новость для социальных сетей наших? Или я спрошу, а есть ли в ваших социальных сетях что-то? И сделаю репост. Но я вас все-таки прошу, фотографии социальной сети порой добываются сложно. Не всегда из социальной сети удобно делать репост. Если вы в Фейсбуке, а я хочу ввести это в ВКонтакт, это очень большой временной период, прежде чем новость появится. И это будет удобнее для вас тоже, потому что вы потом сможете проверить почту электронную, забрать из нее документы, забрать из нее фотографии. Это тоже важно. Ну и сканы статей. Пожалуйста, не надо. Я не буду с АПДФ перепечатывать руками вашу статью. Если у вас есть какая-то интересная статья в газете, которую вы очень хотели бы поделиться, но она есть только в отпечатном виде, тогда напишите. А если есть в электронном виде, то хотя бы дайте ссылку на эту статью в электронном виде, если уж прям вот так. Потому что понятно, что журналистский текст вы мне прислать не всегда сможете. И сканы не нужно распечатывать и присылать тоже. То есть вообще вы, когда составляете свой информационный отчет, если у вас есть такая графа, нам в разных конкурсах разные вы можете присылать, ПДФ в электронном виде. Но мне присылать этого не нужно. Вы можете написать в информационной справке выходные данные статьи. Сказать, что у нас вышла статья вот в таком-то, таком-то журнале, вот в газете такой-то, такой-то. Если попросят скан, я вам скажу. Я, как правило, с ними не работаю. Информационный текст. То, что мне хочется от вас получать периодически, чтобы понимать, что у вас происходит. Это классический, на самом деле, классическая схема пресс-релиза. Это одна страничка. Это вот, ну, если у вас есть человек, который пишет прекрасные тексты, я вас не ограничиваю, я буду рада получать прекрасные тексты. Если вы, как и большинство общественных организаций, и в Швеции, и Жнец, и на Дуде, и Грец, то для меня достаточно вот такого опорного текста. Не больше странички А4-14 шрифта на бланке организации с логотипами, чтобы визуально оно запомнилось. Дата. Что, где, когда происходит. Точное название события. Как оно у вас в календарном плане, у меня в календарном плане. Ключевые участники, если есть. Контакты организатора, то есть к тому, кому я могу позвонить и спросить. И какие-то особенности посещения, например, если оно у вас там открытое, закрытое, по регистрации, если это нужно сделать. Или, может быть, нужно с собой взять обязательно всем красные шапочки и зеленые шарфики. Ну, это такая фишечка. Можете вставить в тату эксперта или важные слова какого-то важного для вас лица. В более развернутом виде пресс-рдис может выглядеть так. Название, дата, время, открытие, закрытие, место проведения. Для кого? То есть кто будет участником, кто придет. Зачем? Почему это важно? Ну, это как раз вот эта фишечка. Первое, большое, уникальное. Может быть, не уникальное, но очень важное для вашей территории. Да, может, у вас каждый год фестиваль рыбы в этой территории проходит, но этот фестиваль имеет многолетнюю историю, и вообще важнее этого ничего нет. Можете вставить цитату свою, важного лица, эксперта, почему важно это, и с кем связаться. Особенности аккредитации входа, и можете прислать картинку для привлечения внимания. Как правило, это афиша мероприятия, или это может быть фотография. Есть пока вопросы? Будем считать, что нет. Еще раз напомню, где можно рассказывать, на каких площадках для работы. С кем вы можете контактировать. Социальные сети, электронные СМИ, портал администрации, портал местного ТИЦ, сайт организации, сайты партнеров. Вы можете присылать на радио и телевизор. Вы можете рассказывать на информационных досках, в том числе на реальных информационных досках, на круглых столах, заседаниях, рабочих групп и конференциях. Быстренько пробежимся по основным инструментам. Вы можете всегда у меня их спросить по электронной почте. Я могу вам прислать много разных. Что публиковать в своих социальных сетях? Новости, фото, видео, мнения, цитаты, инфографику, полученный продукт, если у вас в проекте видеоролики или аудиоподкасты есть. Сообщения СМИ, советы, благодарности, поздравления членам команды проекта, важную информацию по проекту не только. Это что можете вы публиковать, если вы вдруг поняли, что у вас проект идет, а вы не знаете, что про него рассказать. То есть все вот это, это то, что вы можете рассказать о проекте. На самом деле это просто разные, допустим, точки, с которыми можно работать. Для нас, для меня, для коммуникатора, я готова принимать новости, фотоленты. Если у вас там несколько фотографий очень классных, вы можете мне их присылать, искать это фото с фестиваля. И я в социальных сетях наших тоже буду размещать. Напишу, сделаю коротенькую выжимку в этих фотографиях, расскажу, откуда они пришли, открою вашу заявку. Ну, то есть что-то поделаю с этими фотографиями. Видео, прекрасно, только не 40-минутные. Вообще, как бы, есть отдельные предпочтения к видеоконтенту. Если вы хотите, мы сможем с вами это обсудить. Или, допустим, числа 30-го, 31-го об этом поговорить в режиме вебинара. Инфографику, цифры на картинках, мнения и цитаты. Вы можете рассказать, что вот такой эксперт вот это вот сказал про наш проект. И я могу вокруг этой цитаты тоже выстроить какое-то интересное информационное сообщение. Сообщения СМИ большие, пресс-релизы и пост-релизы. Для фонда. Фонд периодически обращается к нам и говорит, слушайте, есть ли у вас что-то такое, что мы можем поместить в наших федеральных социальных сетях? У фонда есть свои социальные сети, свой сайт, есть Facebook и Компакт. Сейчас активно работает Facebook и активно работает сайт. Контакт может быть чуть менее активным. Instagram, да, есть, Татьяна Ивановна мне подсказывает Instagram. Так вот, фондам очень нравится про вас рассказывать. Фонду прям очень нравится, когда вы рассказываете о себе. И вы можете присылать те вещи, которые вы хотели бы увидеть на федеральных социальных сетях. Если кто-то уже вуглил, то вы можете найти их в Facebook. И Instagram тоже найти, и сайт найти. Если кто-то не вуглил, я могу написать вам, где же находятся социальные сети нашего грантодателя. Это фотоленты, новости, видео. Это тоже экспертные мнения. Я их немножко обработаю. Или пиар-служба их немножко обработает. И сообщения, которые СМИ про вас написали. А иногда пиар-служба фонда будет связываться с вами сама. И писать вместе с вами большие статьи про ваши проекты. Это, кстати, тоже нормально. Поэтому иногда я буду у вас спрашивать, с кем можно поговорить. А иногда пиар-служба будет с вами связываться. Это агентство Полилог. И они будут писать про вас большие красивые новости. Ну, информационный отчет. Это такая штука. Она более актуальна для конкурса «Активное поколение». Мы у вас такую не запрашиваем. Но я вам рекомендую такую штуку для себя вести. Потому что, когда вы ведете, что о вас написали журналисты. И когда вы для всех своих проектов, а где-то в проекте есть показатели. Которые говорят вам, сколько про ваш проект было написано новостей. Когда вы эту штуку для себя ведете, это очень помогает. Во-первых, по ней просто отчитываться. Во-вторых, если вам понадобится по показателям отчитаться о том, сколько про вас написано статей, вы сразу по этой информационной штуке сможете увидеть, сколько. Сможете просветить, кто про вас пишет, кто вас больше всех любит. Сможете сюда же заносить. Потом с этой вещью очень просто отчитываться. Я такую для себя веду по некоторым проектам. Оно прям реально помогает. И по этой же схеме выстроена работа внутри, например, сайта у нас. Так, ну и все. Календарный медиаплан я в эту штуку, контент-план я в эту штуку не вставляла. Если есть вопросы в завершении нашего семинара, если вам хочется понять, как удобнее работать в социальных сетях, какие есть инструменты, это календарный план для СМИ, это контент-план для социальных сетей, это опорные какие-то скелеты сообщений в социальных сетях, обязательно напишите на электронную почту. Вы ее знаете, я ее в чате сейчас продублирую. И скажите, есть ли потребность. Если есть, в конце месяца или в начале августа или в конце июля мы можем с вами составить отдельный вебинар, посвященный тому, как именно работать в социальных сетях с наименьшими потерями для вас, как для загруженных людей. Потому что я сама тоже проектный менеджер, и я прекрасно понимаю, что времени это отъедает много, и я готова с вами поделиться тем, что я сама знаю и умею, и лайфхаками, которые использую. Сегодня мы об этом разговаривать не будем, потому что у нас еще с вами целый кусочек по отчетности. Если хотите, напишите. Получу хотя бы там, не знаю, несколько писем, буду понимать, что вам это нужно. Всем спасибо. Сейчас у нас на связи будет Татьяна Ивановна Клинчук, ваш коммуникатор, вы уже с ней знакомы. Ну, еще раз сможем... Прекрасно слышно. Меня слышно? Радостно у вас всех приветствовать. Надеюсь, у вас дела идут отлично. И успешно складываются все ваши запланированные мероприятия. А деньги, надеюсь, тоже все получили уже первый транш. Поэтому давайте сегодня поговорим об отчетности. И в первую очередь о финансовой отчетности. Не так, наверное, творческие, как предыдущая информация, которую вам давала Настя. Но тоже не менее ответственная. По показателям я с вами сегодня говорить не буду, потому что для вас был проведен отдельный вебинар. Непосредственно организации, которая занимается сбором этой информации. Для вас будет просто отдельная форма, отдельная по некому такому содержательной отчетности. Письменно будут несколько вопросов, на которые вам нужно будет ответить развернуто. Все показатели в электронном виде на сайте Культурной Мозаики, который вы уже заполняли. И заполнили предварительно плановые показатели на весь предстоящий год. Что касается последней информации, которую вам сказала Настя по поводу составления информационного отчета, я вам все-таки предлагаю взять его на вооружение, потому что у вас в дальнейшем в отчетности будет на сайте электронная отчетность, когда вы будете заполнять. Там есть, сейчас я попробую показать вам, выбрать рабочий стол, если у меня получится. Если не получится, то не буду показывать. Там есть как раз информация о том, где вы должны разместить, вернее указать количество публикаций в СМИ и количество публикаций на профессиональных ресурсах или в профессиональных изданиях. Это вот раздел «Продвижение проекта». Поэтому табличку рекомендую заполнить. И чтобы потом просто перенести из этой таблички данные на сайте при заполнении ваших показателей. Так, меня еще слышно? Что-то у меня почему-то красненький... А, красное горит, все хорошо. Итак, что же у нас по финансовой отчетности? Итак, промежуточный отчет, который вы должны будете подготовить, у вас все даты прописаны в договоре, и промежуточный отчет вы должны будете нам предоставить не позднее 29 ноября 2019 года. Что значит «не позднее»? То есть 29 ноября – это крайний срок, когда ваши документы должны появиться у нас в офисе, в бумажном виде. Это документы, непосредственно реестр, перечень расходов и приложенных к ним документов, подтверждающих ваши расходы. Заверенные, соответственно, подшиты папочку, подшиты согласно реестру приложения, по порядку. Подшиты, я не призываю вас подшивать их в папке «Дело». Сейчас у меня тут нет рядышком под рукой. К сожалению, этой папочки можно подшить просто в обычный… Господи, Настя, можно ли какой-то такой расшиватель? Скорошиватель, да? А я все же, да, выложу. Да, не подшивать папку «Дело» бумажную, да, там прошивают дыроколами, нитками, скрепляют там печатью, подписью, сзади эти нитки. Нет, не надо. Вот обычный, вот видно вам, да, наверное, вот такой расшиватель. Просто в него подшиваете и присылаете нам, чтобы не распадались все листочки. И итоговый отчет, соответственно, не позднее 19 июня 2020 года. Это тоже говорит о том, что не позднее этой даты ваши документы должны быть у нас в офисе. При этом вы подаете отчет, каким образом? То есть, мне потребуется от вас еще в электронном виде только реестр заполненный, причем не сканированный, а желательно в орде. Ну, то есть, то, что вы заполняли его на компьютере, не отсканированный. В бумажном виде вы прикладываете, вот распечатанный этот реестр, перечень документов и, соответственно, прикладываете к нему все документы, подтверждающие расходы по вашему проекту. Что мы рекомендуем? Чтобы нам не бегать потом с документами, искать и поднимать, не нервировать наших бухгалтеров. Ну, в идеале, конечно, чтобы это делал бухгалтер, но, как правило, это не всегда получается. Как правило, этим всегда занимаются наши руководители проекта либо менеджеры, ассистенты проектов. Поэтому мы всегда говорим, предлагаем завести отдельную папочку и складывать туда все документы. Вот вы сходили, произвели какой-то расход, если это наличный расчет, значит, чек, товарный чек, сделали себе копию, положили ее в папочку, оригинал отдали в бухгалтерию. Все, чтобы потом бухгалтер не искал, не рылось в этих документах, в разбухах, и так далее, не вытаскивал эти документы. То же самое по платежным документам. Платеж провели, запросили у бухгалтера копию платежного поручения, также приложили к себе и так далее. Либо отсканировали себе в электронном виде, если вы бумажками не хотите разводить много бумажек, можно в электронный вид себе сосканировать на электронный, на компьютер, вернее, и также сохранять себе в папочке, чтобы у вас все под рукой документы были. Сроки отчетности тоже, вот я уже говорила, очень большая просьба соблюдать, потому что мы также отчитываемся, и наш отчет зависит от того, как вовремя ли вы прислали ваши документы. Соответственно, мы всех проверяем и отчитываемся дальше за выделенные нам средства, за то, как вы поработали и то, как мы поработали. Ну и вот, как вы видите на экране, безусловно, это все снижает уровень доверия к вам, если мы с вами вместе, соответственно, к нам тоже уровень доверия снижается, если мы с вами будем не очень ответственно подходить к этому и отсрачивать или подкладывать наши финансовые документы, потому что финансы, они всегда очень к ним надо относиться ответственно. Что же, вот я уже сказала, что финансовый отчет включает в себя реестр расходов, дальше у меня будет небольшой файл, пример, в каком виде, при этом он у вас есть уже, все формы отчета у вас есть приложением договору, приложены, поэтому здесь небольшие нюансы заполнять, я сейчас покажу, как дальше, то есть еще раз скажу, что это реестр расходов, он состоит из списка расходов, произведенных за отчетный период, прикладываются все документы финансовые, подтверждающие ваши расходы по проекту, это договоры, кассовые чеки, товарные чеки, счета, счета, факторы, платежные поручения, квитанции приходных ордеров и так далее, и так далее, авансовые отчеты, если это были наличные средства, вам выдавались расходовать, производить расходы, то вы сделаете авансовый отчет, также прикладываетесь довеляя учетов рабочего времени, если у вас нанимаете определенных работников, и что еще, в каком виде предоставляется, копии документов делаются на односторонних листах бумаги формата А4, иногда прикладывают документы, делают копии, пытаясь сэкономить, на таком полном листе бумаги, иногда делают, прямо обрезают, видно, что сделали, скопировали, обрезали, вот на таких листочках, пожалуйста, не делайте, не экономьте, лучше заложите в бюджет средства, или найдите возможность, чтобы купить там пачку бумаги, и делать туда копии, потому что, опять же, это затрудняет вероятность дальнейшего отчета, то есть, отчетности и для бухгалтера, и нашей дальнейшей отчетности, поэтому, пожалуйста, что еще, очень часто бывают такие моменты, когда нужно, допустим, у вас два документа, небольшие, корочки, чек, товарный чек, вот тоже, если это чек и товарный чек, то он тоже делается на одном формате листа А4, то есть, вы здесь копируете чек, и здесь товарный чек, это считается одним документом, то есть, они не должны быть на разных отдельных листах одним документом, все остальные, если это платежные поручения, если это акт, если это счет фактура или какой-то другой документ, отдельно на одной страничке каждый документ. Так, ой, проскочила обратно. Что еще? Вот, да, если вы чувствуете, что у вас может быть не хватить времени, или совпадает даты проведения какого-то мероприятия ответственного, крупного, помимо того, что мы понимаем, что вы работаете не только в рамках этого проекта, у вас есть еще своя работа, основная, которая тоже требует времени, поэтому лучше всего заполнять этот отчет по мере произведения расходов, то есть, по мере реализации, произвели расход, вписали в табличку, оставили, пошли, чтобы потом не доставать, не тратить свой ресурс, дополнительно выделять на это время, и потом мы начинаем забывать, успевать, у нас накладывается одно мероприятие на другое, поэтому, на мой взгляд, будет удобнее, если вы возьмете за привычку, если произведен расход, внесли в таблицу в реестр, что он произведен, вписали туда документы, вложили в папочку, и все, вы спокойны. Что еще? Вот такой финансовый отчет, эта форма, она есть у вас в договоре, здесь вы должны будете вписать соответственно номер договора и за какой период, период у вас также указан в договоре, в данном случае это с момента подписания договора, это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, там 8 или 1 июля по, соответственно, ноябрь, месяц 2019 года. Итак, смотрите, вот здесь тоже очень часто бывают ошибки, так вот, стрелочка, сейчас видно будет, вот, вот здесь договоры, здесь период, с какого по какой, значит, что мы делаем, первый договор, промежуточный договор, первый, который вы должны нам предоставить, заполняется следующим образом, здесь три раздела в финансовом начале приезда, то есть движение денежных средств, вот сумма наличия в начале отчетного периода, так как в начале у вас не было, да, никаких денег, значит, соответственно, мы здесь ставим ноль, поступление в течение отчетного периода, первый транш мы поступил, 350, у кого-то 350, у кого-то там меньше, больше, соответственно, вписываем сюда, первый транш сюда, и, соответственно, пишем наименование документа, по которому вам поступил этот платеж, платежное поручение, номер от такого-то числа, дальше у нас поступление, всего поступления в отчетном периоде, так как у нас, соответственно, всего в отчетном периоде было 350. Расходы отчетного периода мы можем указать либо все мы израсходовали за этот отчетный период, либо частично, вот как у меня здесь указано, 325. И, соответственно, остаток в наличии на конец отчетного периода у нас 25 тысяч рублей. Сумма в начале отчетного периода. Вот если вы мне будете готовить итоговый отчет, реестр вы будете делать соответствующим образом. То есть у вас, когда вы продавали нам промежуточные, у нас остаток был 25, соответственно, он будет уже здесь. То есть на сумму в наличии в начале отчетного периода. Соответственно, 25 уже будет здесь. И здесь у нас будет уже второй транш 350. Итого всего поступлений в отчетном периоде у нас 350 плюс 225, то есть 375. Ну и дальше расходы отчетного периода у нас должны выйти в ноль. По итоговому отчету. Израсходовано средств. Здесь вы заполняете движение средств по общую картину, по бюджету, который у вас утвержден в договоре. Соответственно, вы здесь, в этой графе вы выписываете все наименования статьи расходов в соответствии с договором, бюджетом. Здесь вы выписываете утвержденный бюджет проекта. Здесь расходы отчетного периода. То есть по каким-то расходам они у вас могут быть по нулям стоять. Всего расходы с начала проекта, соответственно, да, у кого-то где-то будут расходы, где-то не будет расходов. Ну и баланс остаток, соответственно, да, графа 3. Графа 3 минус графа у нас 5. Соответственно, будет здесь баланс остаток. А вот непосредственно реестр. Здесь уже будет детальное описание расходов, которые вы произвели. Здесь тоже часто делают ошибки в плане, как это я называю, перфекционистского характера. Потому что, ну, бухгалтерии, мне кажется, это слово ключевое в любом случае. Потому что здесь очень бухгалтерия любит контроль и порядок. Поэтому смотрите, в чем здесь заключается, как Настя говорила, фишка. Вот здесь мы выписываем статью расходы. Допустим, у меня здесь транспортные расходы, да, у нас по статье. Вот это номер по порядку. То есть здесь у вас вы вписываете номера, сквозные номера у вас будут по порядку приложений к данной статье расхода. И они не будут заканчиваться, допустим, 4. Если у нас здесь появится новая статья расхода, то здесь будет уже 5. И дальше 6, 7 и так далее, и так далее. То есть сквозная номерация. Она не оканчивается на определенной статье расхода. Дальше здесь мы вписываем документ, по которому производился расход. Здесь платежное поручение, расходный кассовый ордер, авансовый отчет. То есть деньги, по которым уплатили мы, то есть наши расходы. Вот здесь я, как пример, вписала платежное поручение, номер вот такого-то числа. Следующий. В этой графе мы вписываем документы, которые подтверждают наши расходы. То есть это договора, акты, накладные и так далее, и так далее. Кассовые чеки, чеки и прочее, прочее. Вот здесь мы, соответственно, по этой же статье, транспортные расходы, вписываем все документы, которые у нас есть. Договор номер, договор аренды транспортного средства или, я не знаю, автомобиля, акт выполненных услуг, что еще у вас там может быть, счет фактура, счет и так далее, и так далее. Здесь мы вписываем соответствие расход, некий комментарий к расходу, то есть аренда автобуса для чего-то. И напротив платежного поручения ставим сумму расхода. Если у нас были билеты, допустим, у нас есть аренда, транспортные расходы, общая сумма, но она может дробиться. Часть средств мы можем израсходовать как на аренду автобуса или автомобиля, а часть средств мы можем расходовать как на компенсацию проезда наших участников различных мероприятий. Вот здесь, как пример, проездные билеты на автобус. То есть здесь вы прикладываете также копии всех документов. Вот здесь, в данном случае, вы можете копировать несколько билетиков этих автобусов или что-то на формате А4, чтобы нам тоже не плодить деревьи жалко, в конце концов. Билеты на автобус, наименование расхода, соответственно, для чего были произведены эти расходы, проезд участников семинара. И напротив суммы, соответственно, итогов, по статье расхода транспортные у нас 9 тысяч рублей. Итак, по каждой отдельной статье заполняем. Что ещё хотела сказать? Общие принципы. Значит, как я уже упоминала, что бухгалтерия любит порядок, то лучше, чтобы все документы, относящиеся к одной хозяйственной статье, были скреплены вместе или разложены в хронологическом порядке в соответствии с утверждёнными статьями бюджета. Я вам уже и так говорила. Бывают случаи, когда в одном документе у нас есть несколько расходов. Допустим, у вас в статье бюджета утверждённого есть два разных расхода, но они приобретены или, вернее, сделаны в одном месте. Соответственно, они у вас могут появиться в одном платёжном документе или в одном документе, подтверждающих этот расход, то есть счёт, там, я не знаю, накладная и так далее. В данном случае что можно сделать? То есть мы либо копируем эти документы по количеству, то есть в соответствии с видами расходов, то есть два на тот и на другой, и прикладываем. Где вам от меня записка? Да. И прикладываем к каждому статью. Либо мы просто прикладываем один документ, но в этом документе указываем, что данные расходы относятся к такой-то статье расходов в таком-то сумме или к такой-то статье расходов в такой-то сумме. Также, если указанная в первичном документе сумма состоит из нескольких целевых средств, допустим, необходимо, допустим, вы по какому-то виду расходов сделали в качестве софинансирования, вкладывали свои средства. То есть, допустим, 5 тысяч ваши и 10 тысяч запрошенные в рамках проекта. В данном случае делайте копию на всю сумму, на 15 тысяч, но от руки пишите следующую фразу. В том числе 10 тысяч рублей и средств по договору номер такому-то, такому-то. Заверивается подписью бухгалтера и печатью организации. Какие документы необходимо приложить при оплате услуг привлеченных специалистов? Бухгалтера это, в принципе, знают, но на удивление иногда бухгалтеров вызывают это вопросы. Я, к сожалению, тоже не бухгалтер, у меня только корочки какие-то там, я не знаю, маленькие. Поэтому здесь более углубленно и подробно я, наверное, не смогу вам рассказать, но то, что лежит на поверхности, то это безусловно. То есть расчетная ведомость, начисление заработной платы, а также она подписывается руководителем и бухгалтером организации. Это все прикладывается в реестр, вписывается и прикладывается к расходам. Расчет отчисления сход, если у вас, да, есть заложенные средства на привлеченных специалистов или оплату труда бухгалтера и руководителя проекта. Документ, подтверждающий получение заработной платы, то есть это ведомость, либо платежная ведомость, если вы как сотрудник организации, да, и там по приказу просто на вас возлагается дополнительная ответственность, вернее, возлагаются обязанности, и вы и соответствующие оплаты. Платежная ведомость. Если по договору, соответственно, платежное поручение. При этом должны быть приложены все оплатежные поручения, по которым были оплачены налоги. Это все и отражается в ведомость, расчет на ведомость по заработной плате и расчету отчислений в ход. Вот с этими документами прикладывается, соответственно, платежное поручение, подтверждающее, что вы налоги за этих работников заплатили. Ну и трудовой договор или приказ о возложении обязанностей по проекту на сотрудника организации. И, соответственно, акты выполненных работ, если вас привлекался сотрудник на исполнение какой-то определенной работы или услуги. Еще что, отчисление налоги фонда платной труда. Это платежное поручение на перечисление сумм налогов и взносов по внедреженке. Напоминаем, что денежные средства на указанные платежные платежи должны проводиться не позднее дня получения денежных средств на оплату труда в банке. Это должен знать бухгалтер. Это скорее их прерогатива, чем наши как руководители. Поэтому мы должны быть в курсе, чтобы держать, как говорится, руку на пульсе. Услуги различного вида, кроме оплаты труда. Какие документы должны быть приложены в отчет, подтверждающие данные расходы? То есть это договор на оказание услуг. Это аренда помещения, аренда транспорта, аренда какого-то оборудования дорогостоящего, которого вы не можете там приобрести и так далее. Акты соответствующие, акты приемки и документы об оплате. Либо это платежное поручение, если мы без нас работали с организацией, которая нам оказывала эти услуги. Либо по приходному кассовому ордеру, либо бланк строгой отчетности, который еще до сих пор не существует. Они пронумерованы там, если представляете, они заполняются там под копирку в нескольких экземплярах и нумеруются в налоговой. Командировочные расходы. Напоминаю, что командировочные расходы могут быть отнестены только к штатным сотрудникам организации. То есть, если у вас договор с организацией, допустим, с библиотекой, руководитель проекта у вас работает в библиотеке, то есть он является штатным сотрудником, и он куда-то направляется, соответственно, ему можно заложить вот эти командировочные расходы, и их можно будет отразить в отчете. Что сюда относится? То есть, если мы говорим о привлеченных специалистах, не сотрудниками вашей организации, с которой заключен договор по проекту, соответственно, в командировочные расходы вы не можете провести, вернее, их расходы не можете провести как командировочные. Здесь мы рекомендуем все расходы, связанные с выполнением его услуг, вкладывать в договор услуг с этим человеком. То есть, те же транспортные, питание, проживание и так далее, и так далее. И гонорар. То есть, все в один договор закладывать. Что относится к командировочным? Проездные документы, билеты, квитанции, документы, подтверждающие получение сотрудникам суточные, там авансовый отчет, расходный кассовый ордер и так далее. Документы, подтверждающие проживание в гостинице, и счет обязательно, счет на основании которого произведена оплата расходов на проживание в гостинице. Ну, это там гостиничные сотрудники знают, поэтому, но вы должны понимать, вы должны просто, мы, как правило, всегда говорим, что нам нужны документы для отчетности в организации. Поэтому они всегда знают, что надо выдать. Просто нужно об этом упомнить и упомянуть. Ну, вот пример авансового отчета. Здесь, к сожалению, наверное, плохо будет виден. Но он есть, если вы закуплите, он есть в интернете. Его можно будет найти, посмотреть. И он есть у бухгалтера. Как заполнять? Он двухсторонний. Это авансовый отчет. Если мы с вами получили на руки некую сумму для приобретения определенных товаров, мы сделаем расход, заполняем, прикладываем все документы и сдаем в бухгалтерию. Оплата товаров и услуг расходы. Что, какие документы здесь должны быть? Если мы производим расход за наличный расчет, то вы должны будете приложить нам следующие документы. То есть, это платежный документ, квитанция, кассовый чек, товарный чек, квитанция к приходному кассовому ордеру. Это вот такой маленький корешок с печатью. Вот такой, кому видно. Либо просто товарный чек, потому что в отдаленных территориях, сейчас, к сожалению, по-моему, уже это практически исключено. Там есть какие-то очень исключительные территории, которые там как-то на удалении, сколько-то там километров от областного центра, по-моему, где могут работать без кассового аппарата. Торговые сети или продавцы. Поэтому в любом случае должен быть чек, кассовый и товарный чек. Накладная или товарный чек с номером, либо копия авансового отчета о произведенных тратах. Вернее, и копия авансового отчета о произведенных тратах. Это когда мы, я уже говорила в предыдущем слайде, когда нам выдают на руки, чтобы мы что-то приобрели, закупили. Ну или по безналичному расчету, это платежное поручение, соответственно, счет, на основании которого была произведена оплата. Дальше документы, закрывающие, это счет фактура, накладная или акт, и договор при его наличии. Если сейчас в большинстве случаев счет фактура не требуется, то есть либо работает там по упрощенке, и счет фактуру не выписывает. В данном случае должен быть платежное поручение, счет, накладная и договор. Если мы приобретали товар по договору. Ну вот так выглядит приходный кассовый ордер. И вот это квитанция к приходному кассовому ордеру, о которой говорила, при обязательной печати. Это расходный кассовый ордер, по которому вы выдаёте, допустим, если вы выдаёте зарплату сотруднику, он у вас работает по приказу, не по договору. То есть вот вы можете ему выдать на руки, а не перевести на расчетный счет. Вот по такому документу, который, соответственно, вы должны будете тоже приложить нам к счету. Ну вот это товарный чек. Думаю, что дальше никто, все многие знают. Расчетная ведомость по зарплате. Ну вот, к сожалению, то, что я выцепила у Елены Петровны, у нашего бухгалтера, очень плохо видно. Но я думаю, что бухгалтера тоже знают об этом. И это есть в программе. Сейчас один из бухгалтери. Мы рекомендуем на сотрудников ввести отдельно расчетную ведомость, то есть не в общей ведомости по всем сотрудникам, а отдельно в рамках конкретно этого проекта. Транспортные расходы. Вот здесь тоже могут быть некоторые вопросы. Многие мне задавали уже, поэтому если мы хотим приобретать не аренду транспорта, а, допустим, транспорт нам бесплатно, мы хотим оплатить только бензин, то есть ГЭСа. В данном случае, вы в любом случае должны будете заключить, я кому-то уже отправляла эти договоры, аренду транспорта без экипажа или с экипажем на безвозмездной основе, в рамках, где прописывается, что такое-то транспортное средство безвозмездно оплачивается только расходы, связанные с горюче-смазочными материалами. Если кому-то еще требуется, пишите мне на почту, я вам все эти документы пришлю. И, соответственно, аренда автотранспортного транспортной организации или физлица. Если это транспортная организация, соответственно, у них там есть свои формы договора, вы заключаете с ним договор, это если физлицом, соответственно, с физлицом форму договора я вам пришлю. Ну и здесь тоже, соответственно, копию договора и копию первичных документов в зависимости от оплаты. То есть, либо это чеки за бензин, либо маршрутная там какая-то квитанция должна быть, или как это, маршрутный лист, что-то. Вот. И если это на балансе организации, если у организации есть свой автомобиль, то прикладываются свидетельства о регистрации, путевые листы, и документы, подтверждающие расходы на бензин. Призовой фонд. Если у вас есть заложенные средства, но призы, участникам ваших мероприятий. Мы сейчас говорим о дорого стоящих призах, то есть, по 200 рублей, флешечки и прочее сюда не относятся. Мы говорим о призах, которые, там, не знаю, от, наверное, тысячи и выше будут. Лучше их оформить вот по ведомости выдачи призов. Просто отдельно отведите в сторонку и скажите, что вот нужно оформить в формальности и, соответственно, вот указать фамилии, имя, отчество, паспортные данные или свидетельство о рождении, наименование приза, подарки, ну и стоимостная оценка. Акт на списание материальных ценностей, соответственно, тоже прикладывается. Ну и документы, по которым вы приобретали эти товары или призы. Банковские расходы. Ну, документом выписка банка является, да, на снятие денежных средств, ну, тоже платежное поручение. Также прикладывается к отчету. Ну, все, наверное, то, что у нас касается по финансовой отчетности. Еще раз напомню, что большая просьба соблюдать сроки отчетности, они у вас есть в договоре. Договор рекомендую также сделать копию менеджеру проекта и вложить его в отдельную папочку, завести по проекту, чтобы потом не, скидывая руки, что мы прозевали, пропустили и так далее. Записать в календарь, напоминалку и так далее. Если вы работаете первый раз по проекту, то я думаю, что это сократит все наши тревожные моменты относительно нашей отчетности. Вот. Ну, вот очень кратенько, я еще раз скажу, что я не бухгалтер, к сожалению, у нас бухгалтер сегодня не смогла присутствовать на вебинаре. Но вот такие основные моменты по составлению отчета я вам рассказала. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Не вижу. Есть вопросы, нет вопросов? Ну, будем считать, что нет. Надеюсь, что всем все было понятно. Адрес мой у вас есть. Так, есть вопрос. Договор с привлеченными специалистами. Так, и что? Что? Договор с привлеченными специалистами. Что по договору с привлеченными специалистами? Договор составлять, в смысле, составлять ежемесячно что? Не совсем поняла. Финансовый отчет мы готовим два раза. Промежуточный отчет, как я уже сказала. Промежуточный отчет, первый финансовый, не позднее, 29 ноября и итоговый, 19 июня. Это по финансовым. Если мы говорим об информационном составляющей наших проектов, то, безусловно, да, ежемесячно Настя будет с вами. Вам нужно будет один раз составить подробный план ваших мероприятий и просто ежемесячно подтверждать актуальность этих планов. Если они актуальны, то писать, да, все, ничего не изменилось. Настя отвечает. Если были какие-то изменения, просто присылайте табличку с внесенными изменениями и комментариями. Финансовый отчет два раза. Не позднее 29 и 19 июня итоговый. Так, ГПХ с привлеченными специалистами. Один акт ежемесячно, правильно? Это как вам удобно? Это как вам удобно? Вы можете заключить договор на весь период и выплатить ему средства по окончании договора. Либо ежемесячно, я не знаю, как вам удобно будет. Здесь уже как вам удобно и как удобно вашему специалисту будет. Так, если средства с первого транша расходуются в декабре, то они пойдут уже во второй отчет. Да, соответственно. Ну, лучше их, конечно, расходовать, если вы первый транш. Мы с вами договаривались, что мы с вами подписываем договор, вы мне присылаете размер первого транша, который вы сможете расходовать до декабря месяца. Чтобы у вас на счетах не оставалось много средств. Потому что вы, насколько я понимаю, бюджетное учреждение, у вас там своя история с этими деньгами, с остатками на счетах. Поэтому мы с вами предварительно обговорили первый транш, который вы должны были потратить вот до конца ноября месяца и отчитаться нам. Поэтому, если что-то вы недорасходуете, декабрьские средства, соответственно, да, пойдут в следующий, в итоговый отчет. Еще есть вопросы? Так, ну, насколько я понимаю, что вопросов нет на данный момент, но я думаю, что они могут появиться. Поэтому, безусловно, мы ждем с Настей ваших звонков, писем на электронную почту и рады будем и готовы будем ответить на них. Большая, очень большая просьба по коммуникациях в электронной почте. Поддержу Настю, в социальных сетях я тоже по работе не отвечаю, потому что все-таки это некая ответственность наша. И чтобы не терять всю переписку, вся переписка по проекту, пожалуйста, в рабочую почту. И желательно указывать тему сообщения, либо вот указать, как мы с вами, как я вам отправляла договор, культурная мозаика с номером вашего договора и сохранять эту переписку, то есть отвечать просто в ответ на эти письма, сохраняя переписку. Это удобно мне и удобно вам, чтобы нам не терять ее. Она будет сохраняться у нас в ленте. В одном письме мы можем посмотреть все, что мы с вами писали, когда и где отвечали, и чтобы эти письма не затерялись. Потому что письма без темы письма в строке тема электронной падает в спам. И я могу ее не увидеть. Кроме этого, кроме вас, у меня еще по меньшей мере 60 проектов. И помимо проектов еще письма идут. Переписка очень интенсивная, чтобы письма не затерялись. И я смогла вас найти и ответить вовремя или чуть погодя. Пожалуйста, указывайте тему письма и сохраняйте ее в переписке. Ну и да, хочу вас поблагодарить за участие в вебинаре. Настя еще хотела пару слов вам сказать. Надеюсь, мы с вами еще увидим. У нас уже запланированы ближайшие мониторинги где-то на август месяц. Поэтому ждите ласточек первых. К вам приеду. Приеду Настя. Помимо мониторинга операторов у нас есть еще параллельно будет мониторинг экспертный. то есть это наши люди. Наши люди приедут к вам посмотреть. То есть со стороны, взгляд со стороны, который может быть вам полезен, могут подсказать нюансы, какие-то интересные ходы, вещи и так далее. Проконсультировать вас. Помимо этого, не забывайте, что у вас еще есть ресурс запросить у нас возможность пригласить к вам на проект какого-то узкого специалиста, консультация которого вам нужна. Только без фанатизма. Деньги небольшие. Там, по-моему, всего у нас мы можем 30 тысяч предложить за поездку к вам, эксперта. Плюс транспортные расходы на него. Поэтому, да, пожалуйста, имейте в виду, что эта возможность есть, но без фанатизма. Вот, еще раз поблагодарить. Рада была с вами сегодня почитаться. Да, и надеюсь, до скорых встреч. И приду слово Насте. Да, еще одна штука, о которой я все не забываю, потому что она у меня уже какая-то лучшая вечеринка. Вот вы можете увидеть на экране презентацию кассиана и прекрасную скидку на конкурсную мозаика. Я насправданную снимаю, вынимаю, выключаю. И мы очень просим вас, когда вы пишете на проект, все-таки упоминать, что вы были участником конкурса и видели в конкурсе. Потому что это с точки зрения, этики очень... Ну, важно, важно просто поблагодарить за программу людей, которые организовали. Ну, и во-вторых, это важно с точки зрения самого продвижения, продвижения в конкурсе. И рассказы о том, что он в конкурсе есть. И упоминание о том, что он действительно работает, вот это же важно. Поэтому этот прекрасный цветок, этот прекрасный. Мы вас сейчас в своем случае печатаем на завиалове прощать. О том, что это конкурсная мозаика и насть. Никто не говорит, что 50% вашего тех, что вы должны состоять из фуалентария. Обычно я пишу про проекты. Я обычно делаю это внизу. Или делаю это там, где мы знаем, или говорили, что стартовал проект. И объясняем предложение, что проект, если мы вот так вот посылаем фондом Минским Грамм, фондом Минским Грамм, фондом Минским Грамм, фондом Минским Грамм. И сейчас он реализуется. И в конце концерта мы даем проект, конференция пришла в нашу проекта, который получил поддержку для школы такого фондового конкурса. Обычно это требуется всегда. В верхнем формате Елена, напишите мне на почту и я тогда проявляюся в группу. Ну, или можете написать на мне, у меня есть все, во всех форматах, я вам все укрою. Прекрасно. Прекрасно. Вот такие вот просьбы. Ну и да, очень-очень у вас срок отвечает на чай общение. Если у вас действительно что-то, ничего не меняется, ничего не тоже мне писать, я могу догадаться. Иногда. Если вы уходите на новый отпуск, пожалуйста, предупреждайте и оставляйте своего инститера. Особенно, когда отпуск как-то совмещается и не стыкуются с вашими отчетными периодами. Это важно. И если у меня достаточно ваш замок заметил, что у меня все хорошо и все плохо, и мы приняли весь признак и пришли на новый. То есть то, что время отчетных это бывает важно. Мы очень-очень вас спросите за этим, что так не получилось. Что-то вы сдали и потом вам нельзя вопрос-вопрос задать. Ну и еще раз мы ждем от вас вопросов. Мы в секунду в секунду. Если я чем-то могу помочь, мы всегда поможем. Главное не молчите. Несмотря на то, что мы все время требуем к речи на самом деле мы не звери. И очень-очень рады читать о ваших успехах. Все. Я думаю, что всем по связи. Всем встреча. И всем хорошего дня. Да, хорошо. Я вижу, что наверное я сделаю рассылу скорее всего. не скорее всего я точно сделаю сейчас рассылку. Я отправлю вам скорее всего не в не результацию, а отправлю вам у нас есть некие пособия, требования к отчетности в порте. Я его отправлю вместе с логотипом. Все. Еще раз до новых встреч. Успехов вам. Радуйте нас. Мы всегда очень искренне радуемся за ваши успехи. Хвалим вас перед нашими грантодающей организацией. Поэтому успехов и до встречи. Пока-пока. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.